Анжелина, ты хоть когда-нибудь можешь не прикалываться? Он спокойно, ничего не может делать вообще. Обувайся давай. Это не твое. Друзья, мы приехали смотреть домик. Домик себе в наших горах. Вот такой вот маленький домик. Но мы как бы не договаривались его посмотреть, просто приехали. Никто нас тут не ждал. Просто посмотрю, где это располагается, сам район. Такая вот здесь живая изгородь. Очень маленький домик, самый дешевый в этом районе. Друзья, ну у меня во влогах, как всегда, какой-то короткий вброс. Ничего не объяснила, не пояснила, что за дом, зачем мы его смотрим, как, почему. Поэтому решила вот сейчас вам немножко пояснить. На самом деле мы уже в течение нескольких дней ездим, присматриваем себе разные частные дома. Я, те, кто меня давно смотрит, мой канал, они уже в курсе, что я очень давно мечтаю жить в частном доме. И мы решили попробовать, попробовать переехать, пожить. Потому что муж не верит, что я выживу там даже пару месяцев. Он уверен, что я сбегу оттуда сразу. Я же уверена в обратном. Я считаю, что для полного счастья мне не хватает только частного дома. Поэтому мы решили пока маленький какой-то домик, недорогой, дешевый снять. И попробовать себя, так сказать, в качестве сельских жителей. Тот район, который мы рассматривали в данном конкретном случае, это наш район, наш город. В принципе, его центр. Просто дорога уходит немножко в горы. И там такой есть частный сектор. Поэтому это не совсем сельская местность. Не думайте, что мы переедем в деревню, и вы больше не увидите Корею. Увидите только наш огород. Нет, просто 5 минут на машине, и вы в центре города. И да, земля там стоит очень дорого. Поэтому большой какой-то участок с большим шикарным домом мы себе пока позволить не можем. Но попробовать себя в качестве сельского жителя, возможно, у нас будет такая возможность. Да, друзья. Друзья, мы приехали поесть, как обычно. И здесь вот такая в горах спрятанная школа. Оказывается, в Корее есть школа для трудных подростков. Но она закрыта. Она разорилась, она закрыта. Видимо, перевелись такие дети в Корее трудные. И мы находимся в этом же райончике, где мы сейчас смотрели дом. Это наш любимый район в наших горах, куда мы постоянно ездим кушать. Здесь огромное, просто огромное количество всяких ресторанчиков. С очень хорошей такой добротной корейской едой. Я вам очень всем советую такой этот район. Именно хотя он есть много где. В пригородах Сеула очень много где встречается. Есть, видите, сколько машин. Все парковки забиты. Очень много народа. Да, друзья, нас отправили на улицу ждать. Дали нам номерок. Медпунктидаряю, да? Примерно 10 минут надо ждать. Просто офигеть, сколько народа. Ну что, друзья, решили мы здесь не ждать и поехать в наш любимый ресторан. Софья вся изнылась. Ждать не хочет. Гели, давай, шевели половинками. Друзья, такой прикол. Короче, на этой стоянке не было мест нигде. И когда стоянчик нас увидел, он такой всем крикнул. Так, это VIP. VIP-клиенты. Ну-ка им лучшее место дайте-ка, выделите-ка. Потому что мы здесь бываем очень часто. И все нас знают здесь. Офигеть. У нас прям самое-самое сердце. Вау. Тобакки-бун-джу-джи. Тобакки-бун-джу-джи. Обалдеть. Да, друзья, это лучшее заведение. Это лучший ресторан в Корее. С настоящей корейской едой. Да, если бы они еще знали, что я блогер и буду снимать и рекламировать их ресторан, они бы нас вообще на руках занесли туда, наверное. Они все, меня любили. Капульчевана. Приятно, что даже на стоянке каждый тебя знает. Там их 100 человек на стоянке. И все нас знают. Конечно, благодаря детям их всегда запоминают везде. Да, здесь продают выращенные здесь же эко-продукты. Здесь же их выращивают в горах. Здесь тоже огромная очередь. Здесь обычно в такой вот день, выходной, нужно ждать по 40 минут. И здесь нельзя сделать предзаказ, зарезервировать столик здесь нельзя. Здесь такая вот живая очередь. Записывают вот так вот телефон. И все ждут, все ждут одинаково. Никаких привилегий. Только со стоянкой нам привилегии были. И да, как я уже рассказывала, и не раз показывала здесь. Оу, здесь бесплатно пока люди ожидают. Здесь и можно поесть, и выпить бесплатно. Корейскую брашку маколей. Ни с чем не сравнимый вкус этих квашеных здесь продуктов. Здесь я не знаю, кто готовит. Здесь готовят какие-то боги, друзья. Линка ничего не ест. В таких местах нет никаких иностранцев. Только несколько раз видела здесь японцев. А так это чисто-чисто корейское. И такое, про которое ни в каких вам путеводителях не напишут. Именно в такие места нужно ходить. Именно в такие, друзья, когда приезжайте в Корею, чтобы попробовать настоящую корейскую еду. Редьку принесли. От этой редьки просто можно сойти с ума. Настолько она вкусная. Божественная. Это все, чтобы куда-то бежать. Ничего не ест. Столько энергии. Откуда берется ничего? Ты от солнышка заряжаешься, что ли, Ангелина? Мы сели на улице. Наше козырное место. Мы внутри стараемся никогда не садиться. Потому что, ну, в таком месте сидеть в помещении, это просто грех. Но зимой мы можем и внутри сесть. Там, правда, очень шумно и тесно. Как везде в корейских традиционных ресторанах. Боже мой, да-да, собачку приперли сюда. Ангелина, как всегда, в своем репертуаре. Расшиперилась. Геле, ты можешь хоть раз сесть, как человек, на стул? А? Можешь? Нет? Не можешь? Начинают подносить еду, друзья. И да, это только начинает. От еды здесь просто ломятся столы. Вау. Как это все съесть и не умереть? Просто. Вау. Вау. Целка, целка. Нет, нет. Я не буду. Я не буду. Я уже могу. Вау. Ага. Вау. Вау. Пойдем. Вау. 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 софи расплакалась от того как это вкусно да это вот рис в таких каменных каменных таких но пока не опять забыла это чугунка в каменных таких чугунка рис он пахнет деревом дровами я не знаю жареным вот таким вот подгорелым немножко рисом просто ни с чем не сравнимый аромат и здесь овощи они только слегка приготовленные они практически свежие очень натуральный у них вкус и в то же время просто обалденно это такая рыба она называется по-корейски имянсу не знаю как она называется по русски потому что переводчик не выдает ни черта вообще google google дурацкий переводчик я набираю и мне выходит имя какой-то лименсу никакого перевода друзья потом попробую еще словаре поискать в общем она здесь приправлена и перчиком и чесноком и лучком и какими-то травками и это просто божественный вкус очень вкусная рыба и это просто один из панчанов это не отдельное блюдо это просто закуска одна из десятков которые здесь есть вот тоже рыба рыба и свинина тоже все это жареная кочуджане в соусе в таком и еще корни корешки полезные очень тут вот на муле это всякие травы баклажаны также все приготовлено таким бомбическим образом вот эта хурма здесь зеленые помидоры здесь вот в кляре не знаю то ли это грибы то ли это и губ посочин грибы какие-то в кляре это сыр тофу и жареная кимчи это принято есть вместе кладется и есть очень вкусно и полезно а это просто как наши малосольные огурцы на только немножко с красным перчиком а это по-моему друзья одуванчики одуванчики тоже приготовлены приправлены каким-то соусом у ангелины идея вообще нет никакого интереса ей нужно вот так вот класть в рот тогда она будет есть сама она никогда но иногда очень редко бывает что ест я сколько бы здесь панчанов не было мы заказываем всегда наши любимые панчаны по нескольку раз вот заказали еще еще это приносят всегда бесплатно то есть вы платите за человека здесь 15 долларов и вот эти панчаны вам обновляют постоянно сколько вы захотите их здесь понемножку так как но всем людям нравятся разные панчаны поэтому смысла нет накладывать много а те которые вам больше больше всего понравились вы можете обновить и все это очень удобно и я еще хотела сказать что европейским людям совсем не привыкший корейской пищи если это будет ваша первая корейская трапеза то вам может это не понравится потому что ну есть по-корейски нужно тоже уметь берете рис берете какие-то панчаны нужно знать что с чем сочетается что с чем взять в рот одновременно поэтому сразу говорю что людям без подготовки у кому-то может конечно зайти а кому-то может не зайти просто потому что они не поймут саму сам процесс вот этой трапезе поэтому будьте осторожны это не это очень сильно отличается от европейской трапезы когда вы когда у вас все в одной тарелке и вы просто идите и там сочетание всех вкусов уже в одном блюде здесь нет здесь нужно самому подбирать сочетание вот этих вот вкусов и подбирать их под свой ипмат как это перевести на русский ну в общем под себя подбирать это сочетание потому что каждый панчан он разный и друг друга они дополняют просто я приходила сюда и и с мамой и с другими русскими какими-то друзьями и не все не все друзья понимают как это нужно есть они берут что-то одно и кладут в рот даже без риса и пытаются какой-то найти там вкус а так нельзя нужно обязательно сначала взять рис в рот можно с супом зачерпнуть в одну ложку вот так рис с супом и уже потом брать панчаны опять собачка потому что здесь большие прогулочные такие дорожки и собачками принципе можно здесь есть езди погулять но не запрещается видимо собачками хотя я раньше не знал что так можно первый раз вижу все друзья мы наелись единственный минус этого ресторана в том что вы здесь объедаетесь настолько что потом не можете выползти из-за стола там вот такой променад можно погулять в гору тропинки дорожки есть мы уже не пойдем потому что сил нет и да мне пора домой монтировать видосик здесь водятся головастики вот видите в общем такая флора и фауна здесь все есть детям интересно они здесь вылавливают этих головастиков водомеры вот такие да друзья рядом с этим рестораном находится парк большой парк такой крутой детская площадка с динозаврами мы там уже были снимали там ролик если у меня получится я вставлю ссылку сюда если не получится то просто оставлю ее в описании и это прекрасно если вы приедете в корею захотите посетить данный ресторан с корейской настоящей кухней и если вы будете с детьми то вы можете посетить два места одновременно это очень здорово такая красота здесь такой воздух обалденный очень приятная атмосфера да и там вот на горе стоят столики можно взять кофе здесь вот продают кофе настоящая такое можно подняться и выпить кофе пообщаться поболтать посидеть если у вас много времени а вот там кстати я вам не показала но я показала много раз для ног для новых своих подписчиков я не показала как здесь все сначала выращивается там есть свои огороды грядки потом вот на таких вот столах все это высушивается все эти нам или все эти пончаны делают из овощей которые здесь же и выращиваются здесь же растут грибы у них есть такие грибные фермы в общем все очень-очень такое прям органик у них тут без всяких удобрений может поэтому вкус такой обалденный может потому что готовят так круто видите какая красота ну тут такой не гламурный стиль как вы сами видите да а такой вот чисто чаем с робки это стаканчики валяются дети дети головастиков ловят в этих стаканчики и тут же и бросают все как катя пойдемте такое прям единение с природой здесь такое умиротворение а за это я люблю это место так как я просто уважаю всякой там природа стрите бабочки здесь она прям такая природа как тропики какие-то все заросшие джунглями очень вкусно пахнет очень 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 такого слова еще не придумали чтобы описать друзья здесь вот строят новый ханок моя мечта построить такой вот дом традиционном корейском стиле стоит пять раз дороже чем построить обычный любой другой дом это очень дорогое удовольствие но прикиньте какая красота среди гор и будет стоять вот такой красивый чей-то дом все друзья отправила всех слайм кафе там пришли гости у мужа в кафе я их всех отправила сказала что нужно монтировать видео сама завалилась и сплю собралась поспать у нас сегодня пасмурная погода пасмурная и вообще наелись так объелись самое то поспать отдохнуть от всех